Отношения между Россией и США будут развиваться ни шатко ни валко, в конце концов, и это нормально, потому что и сами Соединенные Штаты сейчас оказались в ситуации, когда нуждаются в новой реиндустриализации. То есть те ставки, когда можно было экспортировать большое количество производств в развивающие страны, в Китае в частности, они сейчас уже не играют, как прежде. И в Соединенных Штатах нарастает дискуссия о необходимости фактически заново создания новых промышленных баз, ну, конечно же, на новой технологической основе. Для технологической революции сейчас имеет значение не только отдельные страны, а имеет значение глобальные сети коопераций. Вы можете изобрести начинку телефона где-нибудь в Кливленде, при этом производить его будут, например, в Китае, а заниматься маркетингом люди из Израиля, например. То есть это сложные такие глобальные, их называют платформами знаний. Дальше выстраивается платформа трансфера знаний и технологий, и дальше выстраивается производственная кооперация. Но что касается нас и Соединенных Штатов, очень важно нам не только быть в нише кооперации в тех или иных вопросах, как поставщик какой-то и так далее, но и в области трансфера технологий передовых. Здесь мы сразу столкнемся с разными барьерами, которые будут ограничивать наш доступ к самым высоким технологиям. Но, честно говоря, мы и сами не очень к ним стремимся и не очень развиваем собственные технологии. Это наша собственная беда. И более серьезная тема – это наша способность оставаться лидером в тех областях, которые относятся к категории платформы знаний. Есть еще такие очаговые технологии будущего, но мы стремительно из них уходим. Вот на таком фоне происходит наше отношение с Соединенными Штатами.